Всем привет, ребят! С вами Серега, и сегодня мы будем играть с калашом на мясорубочке. Думаю, так, мясорубочки две мы сыграем, потому что... Просто сыграем две мясорубочки, потому что это круто. Ну, в общем, сыграем мы сначала на площади, и немножко поговорим о том факте, то, что... То, что с калаша, моё мнение, нужно зажимать. Ну, имея в виду на всяких там мясорубках, на всяких командных боях. Ну, если вы, конечно же, рашите. Нужно зажимать, а на всяких подрывах можно и прокликивать. Но прокликивать нужно на очень дальних дистанциях. Видите, мне кажется, если бы я сейчас не прокликивал в этого медика, я... Если бы я прокликивал в этого медика, то я бы, мне кажется, его не убил. Но опытные прокликеры, как бы, могут с трёх пуль там головку вешать, но в связи с тем, что у нас в игре очень много антихедов. На миссорубке, кстати, это быстрая игра, поэтому довольно трудновато будет тут. Ещё мне с моим скилл пингом в 250... В 259 я посмотрел. Так что не надо мне тут ля-ля. Так, ну, в общем... И сейчас мы немножко позажимаем. И хочется ещё сказать то, что... Многие там люди, да, говорят, раз ты зажимаешь с калаша, ну, значит, ты макросник. Нет. Как бы, если вас снимают с калаша примерно за... Прямо, за нереальную прям секунду. Прямо вот только выбежал, сразу всё слил. То да, это... Ну, в смысле, конечно, возможно, это рандом. Но, если чувак раза три подряд слил вас... Ну, нереально круто. Прямо вообще прям таким зажимом. Прямо вообще за полсекунды. То да, это, скорее всего, макрос. Но криворукие макросники сливают совсем не быстро. Ну, как бы, если у вас очень прямые руки. Там, какие-нибудь пять палок, да, там, четыре. Ну, вы поняли, в общем, что там нормально урон шёл. То вам вообще не нужен будет макрос. Вы с калаша будете просто с шести патронов там всех убивать. Там, голую вешать жёсткие. Прямо, что вас все будут называть макросниками. Просто люди уж, наверное, спятились с этими макросами. Они не понимают, что, как бы, макросы дают преимущество только на дальних дистанциях, в принципе. Но, как бы, на средних они не сильно такие преимущества дают. Нормальные пряморуки может и убить легко, в принципе, без макрос... Ну, переслять, имею в виду, макросника. Потому что, кто использует макрос, как бы, в большинстве случаев криворукие. Поэтому, если вы будете быстро двигаться, они не смогут вас убить, потому что у них, как бы, всё зажимается в точку. И, как бы... Ну, они не смогут точно, наверное, навести. Но, хотя, есть и пряморуки макросники. Это уже звучит как-то стрёмно. В общем, что такое макрос? Вы, наверное, думаете, макрос это то... Ну, немного... Ну, уменьшает отдачу. Вот, например, вы подумаете, что... Например, вот это, может быть, вы подумаете, что макрос нет. Макрос, осевая макрос, это... У вас вообще прицел ни хрена не двигается. Вот просто вообще не двигается. Он стреляет в бешеную точку. Если вы там кому-то говорите, что всё стреляет в бешеную точку, то ни хрена подобного. В принципе, макрос мне, например, довольно трудно определить с трудным прицелом, когда кто-то там играет. А вот с двухкратником определить, ну, очень легко. Вот, как мы стреляем с калаша прокликом в точку, в принципе, да, там почти в точку. Они стреляют это полным зажимом в точку. В общем, как-то так. И определить его очень легко, если вы, ребят, не разбираетесь, ну, что такое макрос? Как бы, есть, конечно, говняные всякие там макросы, да, которые там еле контролят отдачу. И проще вот самим намного играть, чем с этими макросами играть. Поэтому некоторые из таких макросов и, в принципе, и сливаются в минус. Потому что, ну, ну, потому что криворукие там макросы. Есть очень сильные макросы, которые там на всяких там ходах каких-то сделаны. И поэтому они очень, ну, сглаживают отдачу. И это, ну, это намного упрощает ход игры. Ну, я бы сказал, что самые опасные макросы это, наверное, на калаш, на криз и на аук. Аук это вообще там отдельная тема, блин, вы можете полистать на просторах ютаба. Но вообще не рекомендую вам никогда использовать эти макросы, потому что рано или поздно администрация ведет что-то типа, может быть, какой-то скрытой камеры, которая будет видеть, насколько у вас все летит, ну, отдача летает там, не знаю. И просто вас нахрен всех забанят. Мне друг рассказывал историю, что у них в команде на опенкапе кто-то играл с макросом, а там установлены камеры. Ну, и там, конечно, чувак в точку зажимал, из чего не помню, может быть, даже из Ктара. Зажимал. Там же легко спалить, в принципе. Во-первых, все летит в точку, так сконтролить нельзя вообще, ни при каких обстоятельствах. Именно что прям... Там же есть такие моменты, когда вот нельзя вот прям в идеальную точку это все сконтролить. Сколько ты с оружием не играл? Ну, именно все 30 патронов. А если вы все 30 патронов зажали в точку, то, ребят, я говорю, невозможно это вообще такое сделать. Так что это делает только макрос. Ну, с Ктара, не знаю, если вы будете там сидеть, там, не знаю, полтора года, может быть, там что-то получится, потому что там не сильно трудно отначить, но именно все 30 патронов в идеальную точку, ребят, сконтролить. Где-то, мне кажется, чувакам, возможно, сразу спалили. В общем, вот, чувака забанили за использование макроса, возможно. И у нас такую скорую тему ведут, так что... Зря вы все вот так вот... Ну, не все, говорю, а вообще так дофига скиловиков используют. Кстати, ребят, у Калаша еще есть офигенная в зажиме рандонность голову, так что если вас даже очень быстро слили в голову, и у вас нет антихеда, пожалуйста, вообще никогда не удивляйтесь, что, чувак, ну, что, ну, не прям не утверждайте, что он макросник, потому что, ну, ну, ребят, рандом. В Warface нет скиловиков, в Warface есть пинг, в Warface есть рандом. Ну, про остальное я уж промолчу, что еще в нем есть. Поэтому вам может быть просто, не знаю, вы можете быть диким профессионалом, но вы можете сыграть там 2-18, просто будет ничего не идти там, да, все дела. Также можете, блин, думал, сейчас в спину солью, там влекаться будет такое. Можете сыграть вообще там 10 к 0, не знаю, ой, 10 к 0, 10 к 1, там вообще 40-0 можете сыграть. Это все зависит от самого рандома, ну, вы поняли, короче, ребят. Кстати, играю я с остальным калашом, если вы думаете, что стальной калаш у него отдачи меньше, у него отдача совершенно не меньше, у него только темп стрельбы чуть больше и урона пятерочку больше. Взял его специально, потому что я люблю играть именно с глушителем, с калашом, а с обычным калашом играть с глушителем, там минус 10 прибавляется. Во, какой прокликший жестокий был, хотя вообще не умею прокликать, в принципе. Вот сейчас меня чувак с креста слил, это совершенно не макрос, был бы он макросник, он слил бы меня за полсекунды с такого расстояния, даже, может, даже быстрее, поэтому... Ну, еще, кстати, с креста можно в голову так зарандомить неплохо, у меня такое бывает. Но, в принципе, крест это очень крутое оружие, кстати, вот, точно, сейчас крестом пойду еще запишу какую-нибудь видяшку. Ух ты! Слушайте, ребят, мне даже стал нравится проклик, блин, это вообще круто, так, знаете, сразу прям так охренеть. Я крут! Такой проклик жестокий. Вот, ребят, в Варфейсе нет скилловиков, в Варфейсе есть пинг. Вы сами все видели, если не видели, пересмотрите этот момент. Так, ну, давайте сыграем еще на одной карте. Так, вот, мы уже на карте, это моя любимая пригород, моя любимая карта, вся Варфейса. Так, опа-опа-опа! Вот, видите, вот неплохо так быстренько чувака слили. В принципе, можно и подумать, что это какой-то там макросник вас слил, потому что слил вас зажимом. В принципе, там можно было, кстати, прокликом проследить, у него не было антихеда, но... Так, кто там? Кто там? Откуда? Откуда? Красная точка сзади. Опа! Отлично. Уже минус 3. В общем, ребят, так что... Ой-ой-ой-ой-ой! Неплохо, плохо так получилось. В общем, стальной калаш это очень крутое оружие, но преимущество она не дает. Я, в принципе, могу играть и с обычным калашом, но я хочу играть с глушителем, поэтому я взял стальной калаш, чтобы урон не так сильно резался. Вроде на обычном калаше, не знаю, мне очень, мне очень не достает урона, а сейчас я, в принципе, не чувствую, что сильно урона не достает. Ну, немножко иногда в некоторых моментах. Но если еще на своем калаш одеть пламегас, это вы будете очень быстро выносить, но вас начнут сливать в спину, перестреливать легко. Так, не вовремя, звонить телефон, а Део немного... Так, 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 ты... Все, откидываем телефон. Потом перезвоним чуваку, так. Давай-давай-давай-давай. Отлично. Вообще, если б я не записывал, конечно, надо было, стоит ответить, но я не могу. Мне нужно доиграть. Надеюсь, вы не слышите, что вибрирует. Так. Вообще, мясорубка пригород, она больше позиционируется на медиках, поэтому... Тут больше руля, так скажем, медики. Ой-ой-ой-ой. Крис. Медики и инженеры штурмовикам и снайперам тут... Ну, почти не место, тут можно, конечно, закрысить штурмам и снайперам, но... Ребят, я уж точно уже играю по фану, я, наверное, никогда не буду всяких крысить. Но только если снайперам на всяких тактических режимах. Потому что на всяких мясорубках, тем более, еще без записи, я точно бы играл по фану. И поэтому... Вообще, ребят, если кто-то не знает, сейчас спускаю маленько стату. Постаиваю на мясорубках. Кто знает, тут поймет. Поэтому... Если хотите меня понагибать, прошу. Прошу, прошу, прошу. И покачать на мне статку. Давай-давай! Супер! Обожаю такие моменты. АПС, я тебя люблю. Ты просто лучший пистолет в игре. Это он мне написал? Я, вроде, его слил. Блин, зарандомили нам. Ладно. Так. Кстати, ребят, надо скоро... Когда там АПС-ник ведут нам обычно, сделать сравнение трех АПС-ников. Ведь у меня АПС-сталь и АПС-хэллоуин. До сих пор есть. АПС-сталь у меня еще на 600 дней. АПС-хэллоуин у меня еще на 200 с фигом дней. Ну, в общем, ребят, хватит сделать сравнение. Это значит, что мы поиграем с тремя пистолетами. И выведем мнение. И в чем вообще разница. Кстати, элитная С-50. Давно я с ней не играл. Может быть, тоже прикупите на коммунике штурме СС и с ней сыграть. Кстати, ребят, у меня вообще... Я заметил, что у меня вообще почти нет видео со штурма. Поэтому я скоро запишу... Ну, не прям, чтобы до хрена, но довольно нормальное количество видео со штурма, чтобы... Опаньки, очень неплохо. Супер! Чтобы поиграть на штурме, потому что я очень люблю этот режим, но почему-то на нем редко записывал, как бы. Кстати, конечно, без записи я по-любому тут поделал всяких взрывателей. Но раз я записываю, раз я так много болтаю, то... Блин! То не смогу, наверное. Надо, кстати, еще совместочек позапиливать, потому что уже одиночные игры меня даже наскучили. Хочется поиграть и с кем-нибудь челом тоже поговорить, да, там, обсудить игру, все такое. Ну, чтобы вам еще было интересно. Поэтому с кем-нибудь запишем совместочку. Может, даже с каким-нибудь моим сокланом. Имею в виду сокланом, который там... У него уже там 1200 очков, с которыми я там уже общаюсь. А не который там 2 дня в клане, или неделю, у которого там, да, 200 очков. Вот. Так. Еще мне прикаляет то, что ко мне постоянно сокланы подключаются. И намерены испортить мое видео. Подключаются со всякими катарами, юсасами. И просто там всем бабоскинами, фу, донатом. И просто, и просто фиг заснимешь видео. Ну, как бы я не снимал тогда видео, когда они подключаются. Но, имею в виду, если бы я снимал, они вот так вот заходили, как я тогда играл, с этими катарами и юсасами. Блин, я не знаю, что было бы. Я специально зашел за слабую команду. Но, когда они зашли против меня со всякими юсасами и катарами, я тогда захотел записать видео с мини-узи. Это уж слишком. Нагнули меня по жесткому, так скажем. Ну, в общем, нормально. Просто, ребятки, знаете, хотят засветить... Нет! Засветиться в видео, там, да, понагибать, там, поубивать меня кучу раз. Типа, он, я какой скиловик, я Серега, он как убивая, видали, да? Ну, в общем, ребят, вы поняли. Ой, отличный зажим. Неплохо еще получилось. Прокликом я его по-любому не снял. Ну, в общем, ребят, скалша нужно и зажимать, и прокликивать. Но, в большинстве случаев, ну, на мессорубках команды боя, как я уже говорил, зажимать. Если вас, ребят, обзывают мокросником, не смейте писать, типа, ха-ха-ха, типа, я не мокросник, там, сам ты мокросник, ты просто нуб. Ребят, просто, не знаю, это просто, ребят, комплимент, когда вам пишут, что ты мокросник, это, не знаю... Ну, если вы не макросник, я имею ввиду комплиментов, если вы макросник, вам пишут, что вы макросник, то вы днарь. А если вы не макросник, вам пишут, что вам макросник, значит, у кого-то бомбит пукан, и вы нереально чувака выносите, что, ну, ты настолько круто играешь, да, что чувак прям думает, что ты такой макросник. Поэтому на это вообще отвечать не надо, это нужно прям вообще, ой, спасибо, комплимент такой, ой, 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 макросник, да, как ты меня прям, опа, давай, 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 а поясник. пейсник нет стока раз совсем крушители на дело это такая машина ребят просто еще машина для доделывания давай проклик машина для доделывания машина для доделывания крушители мозголом off это еще берет тогда которая в редком это тоже вообще не знаю машину для доделания там мозголом всяких с ним вообще даже легко доделать или просто сделать не мозга лома чё засел блин ну вот я ну зачем я прибежал просто прибежала чувака нет 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 и чувак тебя спасли всем спасибо за просмотр ребят не забудьте подписаться на канал поставить лайк ребят всем пока и всем удачи